Значит, у нас задача. Одной из нас заказали такой портрет, что это будет исполнено на мастер-классе, поэтому я вам хочу показать то, как занимаются сейчас современные художники написанием заказных портретов. Большая половина художников выполняет заказы по вот этой схеме. Поскольку мы еще начинающие, нам все это предстоит только пробовать учиться, то для начинающих не грех поступить и так. На Западе вообще вопрос решен давно, они вообще не стесняются так работать. Но и у нас, особенно в столицах, большая половина портретов пишется, в столицах почти тотально все заказные портреты, кроме тех портретов, которые пишутся с натуры. И то там хитрят и врут и прочее. Вот, дописывают по фотографии. Поэтому нормальное явление, бросить, воспользоваться современной техникой, бросить вещество краски на холст художественно. Вот это задача, которая перед нами стоит. Перед нами фотоматериал, а мы должны превратить его в рукотворный материал. Для этого мы чуть-чуть возьмем и перепачкаем весь холст. Это надо помыть. Ты что ж ты не помыла? Ну сейчас помышь. Конечно, оно же застынет все уже никакими. Нам нужно перепачкать весь холст. Мы возьмем разбавитель. То есть так же, как мы начинаем обычно нашу живопись, так же мы можем поступить и здесь. Поскольку мы покрыли ее специальным лаком, то контакт с типографской краской не происходит. Вы видите, я сознательно все пачкаю. Коричневые. Синие, розовые. То есть я создаю рукотворное на холсте. Можно немножечко подмутнить. То есть некоторая однородная тональность, но уже не такая рыжая, как сделала фотография. Уже будет сбитие того простецкого решения, которое могло бы быть. То есть просто раскрашивание нас не устраивает. Нас устраивает движ на холсте. То есть так, как если бы мы писали это по чистому холсту. То есть какие-то темные, светлые пятна мы бы набирали. Поскольку все восстановимо в том же состоянии, в котором было, то мы в любой момент элементы рисунка восстанавливаем. В любой момент. Берем желтые-розовые. Вы ведь я под лицо чуть-чуть потер. И начинаем наполнять веществом краски эти места. Просто веществом краски мы, естественно, не попадаем цвет в цвет. И легкое непопадание мы в нем даже заинтересованы. Сначала мы должны набрать, как и в предыдущих обычных задачах, когда мы это делаем все на чистом холсте. Сначала мы в пользу розового идем. А свет у нас более желтый. И мы наполняем более желтым. Подсказка у нас есть. Вот она. На фотографии. Поэтому в любой момент мы подсказку подсматриваем. Но рисунок у нас уже есть. Железно есть рисунок. И если даже в какой-то момент мы сбились с пути, подтерли и вернули этот рисунок. Наполняем мягко, небольшим количеством краски. Наполняем портрет. И теневые. Поскольку мы будем брать разные цветики, то у нас в любом случае появится легкая сбитость цвета. То есть неполное попадание. И очень хорошо. Но тонально мы стараемся держаться. Тонально это степень темности. А в цвете легкая сбитость будет уместна. То есть в любом случае уже появляется вещество краски. Волосы там аж синие после разбела. Вы видите, да? Такие сизые. Поскольку мы знаем, что волосы это красно-коричневый. В предыдущих задачах мы это неоднократно делали. То мы подкладываем усиленную красноту. Которую уже сверху будем крыть более холодными пятнами. То есть в любом случае типография чуть другая, чем то, что мы будем укладывать. Малые меры краски дают возможность не выбиться из вкусной укладки. Штрих по форме нагнетаем. Где-то даже преувеличенно начинаем нагнетать штрих по форме. И так завоевываем шаг за шагом завоевываем всю территорию холста. И здесь начинаем укладывать. Вы видите, я уже не попал в цвете. И хорошо. что есть, что будут некие тональные цветовые непопадания. Ну, тональные лучше попадать, а в цвете мигание непопаданий будет очень уместно. И так дальше, дальше, дальше. Хорошо? Потом этот слой у нас просыхает. И мы новый слой кладем еще более... Вообще, смотри, вот недопокрыто лаком. Ты видишь? Вот что происходит, когда недопокрыто лаком. Что делать? Ну же, теперь уже ничего. Вот эти пятна, с ними расправиться будет очень тяжело. Буду, чтобы тщательно. Видно, все-таки не очень тщательно. Поэтому я предложил два слоя. Одного слоя бы точно не хватило. Значит, вот вы видите, ест краску, да? Ест сырость краски, да? Ест. А если стереть вот эту врача? Ну, стереть, опять покрыть лаком. Здесь тоже пятно. Просто такое пятно. Тревожное пятно здесь. Ну, смотри, если хочешь, протри. Посмотрите, о, прямо идеально подходит интерьерное пятно. Набор геометричных звуков. Может быть, там бы что-то угадалось. Вот. Просто супер. Единственное, что подразумевай не пустую стену, а куда-то туда уходящие. Накидай каких-то геометризмов цветных, разнотональных. Можешь буквально сейчас пока срисовывать это пятно, как оно есть, прямо так и срисовывать. Вот. прямо кистью, прямо мощно. Но вначале ты помнишь, мы заливали, да? Но сейчас, наверное, заливать уже не будем, потому что этим словом, вот, начала укладывать пятна. Вот они. И пусть они где-то чуть-чуть друг в друга вписываются. Чуть-чуть где-то мигнет цвет. Вот они. Вот они. Угу. Как только у нас появится вот такое живое пятно фоновое, оно уже взыскует и вот это звучание живое. И оно хочешь-не хочешь пойдет в пользу живого. Вот даже может быть здесь темнота будет вот такая, которая почти спишется с темнотой платья. А где-то просто мутное пятно. Тоже геометричное. Вот такое. прикольно уже. Где-то рыжуники. Где-то даже белым. Потом может быть и мастихином чуть-чуть. И лежачий холстуль кисть. Вот они. Вот они. Темного придет как родной туда. Живописно придет. Ты смотри, смотри, посмотри, как живописно придет темный. Рисовательно придет. Правда? Да. Посмотри, какой супер. Вот эти звуки, они создадут структуру другую, чем фотография. Пустые пятна. Пустые пятна. Пустые пятна. и есть звонкие. То есть не хватает, где-то не хватает такого-нибудь звонкого пятна, где-то не хватает пустого пятна. Ну что, можно уже открыть, если кто. то есть сильно полосатым. То есть полосатость мазка, она только иногда бывает ценна. Но в данном случае в ней нет никакой пользы. какие-то звуки. Согласна на цельность пятна? Что она лучше звучит? ну я собственно и проговариваю. Я не просто закрашиваю, а проговариваю и показываю его цельность. Может быть какой-нибудь зелененький вогнать для разнообразия цветового. Ну что, не очень зелененький. Прикольно? Угу. Вроде как уже в цвете. Хотя так очень приблизительно. Штрих по направлению цилиндра. По возможности навязываем. Вот. 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 по цилиндрику. Живопись любит штриховать и все что будет с проявлением штриха сразу будет узнаваться рукотворное и еще и академичное. Поэтому по возможности где только ложится штрих укладываем со штрихом. и как именно и как я с и уже и с Коричневый, красный, желтый. Все время вокруг этих цветов. У меня получается, что я коричневый добавил, он сразу умирает. Смотри, неожиданно в цвете. Сиреневизна. И от рубашки, и от недобритостей. Зеленца. Вдруг появляется в цвете, да? Что-то вдруг начинает появляться в цвете. Помнишь, я здесь краснинку кладу? Мы, когда укладываем вот такие темные пятна, идем в большей степени от красноты, коричневизны к холодам. Поэтому навязанная краснота уже уйдет от типографского, который явно синит. еще у живописи есть такое понятие, как касание, чего нет у фотографии. Касание одного пятна к другому. Одного пятна к другому. В живописи у нас то обостряется линия касания, то смягчается, то снова обостряется. И это делает живопись живой. У фотографии есть такие возможности, только при доработке фотографии. Например, мы знаем, что из-под теневой свет дает фигуру в пространстве, ну, предмет в пространстве. Вот это вот достаточно тенистое место, из-под него можно мигнуть, нахально мигнуть светом. Пусть это будет не белый, пусть это будет желтоватый, какой угодно. Важно, что это будет свет из-под теневой и довольно жесткое касание. И освежает, и в пространство выдвигает. Здесь, допустим, вдруг среди всего спокойного появляется жесткость касания. Все остальное мутное, непонятно какое. Одно в другом тает. А здесь конструктивность касаний вдруг появляется. Вдруг появляется, может быть, здесь. И отделяет одну фигуру от другой. Жесткость касания. Мигание касаний, да. Не на последнем этапе? Не, не. Вдруг появляется жесткое касание. А здесь вообще линейный рисунок. Феномен линейного рисунка остался, да? Все, что является линейным рисунком, это очень художественно по своей затее. Если у нас красивое решение линейного рисунка, вот нечаянно произошло, а смотри, как оно художественно вообще, этот кусок звучит. Даже не трогаем. Бережем и не трогаем. Мало ли, что там под самый край. Вот у нас какая красотулечка есть. А здесь, наоборот, появились черноты. И отгородились от фонового пятна черно. И вот это мигание жесткости, мутности жесткости, линейности все-все-все вместе создает, создает, создает. Прикольно? Молодец. Все синят. Оно по-своему красивенько там получается в сочетании. Но нам стремно идти от синего, потому что мы не умеем работать с такого рода проявлением. Поэтому, ну это рано нам еще. Поэтому с красниночкой, с красниночкой, с некоторым утолщением линий, поскольку живопись несколько толстит, особенно на этапе наброска, с некоторым утолщением линий, утолщением, на красноту, на легкую утолщенность линий, как бы наброскового характера, линий, красноту, красноту, ладно? Давай так. Еще что-то так делать. Да-да-да, белый цвет. Ну, сиреневатый, но вот такими рубленностями, которые тоже дадут эффект писанного. Рысковато. Хотя вот здесь мерочку вроде соблюла такую хорошую. Лишка батарееватюненькая, вот такая. Так. Приятный цвет губ надо дать, что называется, вынь да положь. Ты взяла фиолетовый. Да-да. И губы стали... Я уже не стала трогать здесь, вот получилось, как раз так вот. И губы стали противного цвета. То есть, даже если ты видишь на фотографии противного цвета, но там все равно сгармонизировано с другими противными цветами. Садикармонизировано. Вот. Поэтому не стоит повторять в губах некрасивый цвет. В губах ищем красивый. Помнишь, я проговорил про расширенность линии? Не удержалась. Не шмогла. Не поверила. Не доверилась. Руки дрожат. Не, когда руки дрожат, получается толстая линия. А ты-то как раз добилась тонкой, которая там не нужна ни чуть-чуть. Причем утоншение зайдет туда, вот по такой траектории, внутрь преувеличенной темноты. И оно тогда все, естественно, одно в другом. Понимаешь? Да. То есть, не потому что я тоненькую проволочку здесь и проволочку там. Что? А потому что я вошел светом. в теневое место. Вот когда я сейчас вижу, внимание наступает. Поэтому по возможности немножко с расширением. С расширением, с подмутнением. Если надо, пальцем подмешиваем. Пальцем подмешиваем. Пальцем подмешиваем, пусть полежит подмешиваем. Пальцем подмешиваем. Тоже хорошо сложилось пятно. Очень, очень художественное. Шикарное пятно. Может быть чуть-чуть здесь адаптируем Так Хорошие касания формируются Но здесь немножко одинаковый характер касаний Все-таки закругленные Смотри, закругленные поверхности Именно закругленные Обладают таким свойством Что перестает быть Жесткая линия Смотри, она как бы Закругляется и приобретает Рефлексы От разного тонального Разного тонального содержания Приобретает рефлексы Заворачиваясь То есть самое светлое Вот если свет отсюда То самое светлое вот вдоль этой линии А не по самому краю Если это была бы плоская Не закругленная Тогда бы она была по краю подрезана А здесь и вовсе тень Причем тень тоже подобрала у соседей Логично? А вот у соседа взяла цвет Ну и темного пятна Да нет, это было спрятано И я наугад в общем-то делала Я саму идею Что здесь чуть-чуть теневое И оно подхватило Соседа Хорошо звучит здесь свет Вот в этом месте Здесь мы наврухали со светом А вот в центре Он и круглость создает Сотрешь потом Значит вот здесь подрезать цветом Пусть немножко списывается С пятном рубашки Чуть-чуть списывается Потом только в одном каком-нибудь месте Тюкнешь Отдельностью Чуть-чуть А все остальное будет как бы списываться Чтобы не было одинаковости у этого И у этого может быть здесь подрезать Подрезать И сделать вот эффект Ухода круглого Туда В темной Эффект ухода круглого Здесь тоже круглая Но здесь хорошо линия Произошла Поэтому мы ее Оставляем Так Вот пусть люди фантазируют Как раз мы им все дали Для этого Красивый цвет возьмешь И штриха У тебя нигде нет штриха Везде есть вот это вот Ой Везде есть Деликатная просто А вот непосредственно штриха Я видимо лишка нажимаю Втираю туда Наверное перезатираю Да, перезатираю Потому что когда штрихшок есть Жизненно Очень жизненно Я вот сейчас обратила Немножко дашь вот этих линий Потому что сейчас их Сподручно давать Сподручно Без Идеи Точного вырисовывания Ну так С приблизительным Характером Складочек Накидала Пораздавливала Вот может быть даже вот это пятно считать законченным Мало ли почему там рыжий Просвечивается тело И раздавливаем И раздавливаем Раздавливаем Вот в такое Потом возьмешь более нарядный Белый И чуть-чуть Уже до освежающих И тоже рубленностей Ткани вообще любят Рубленные Проявления Укладки Губки оставить Мальчику Ну пока они немножко Пере... Оранжеваты, да? Да нет Они скорее оранжеваты Пере... Там немножко Розового Бык Обобщающего Потом Темноты Между губ Красно-коричневый И света немножко Да И тогда оно То есть смотри Между губ Коричневый Краснота Не синька Не сиреневизна А коричневый Краснота И Живопись не очень любит Живопись не очень любит Обрисованность губ То есть художники Вот если опять же Придешь в музей Встретишься с тем Что художники Размазывают губы Как после поцелуя Они размазаны Да, я в вашей программе Видела Писали портел Почему? Потому что Мне это не получается А? Потому что не получается Потому что Не получается у них? Да Почему это? Нет, потому что Это красиво А вырезанные губы Как будто Из бумажечки Вырезанная Бабочка И положенная На холст Это некрасиво Плюс мерцательный Угадывательный характер В некотором смысле Лучше Чем Чем Внятно Прорисованный Особенно В губах Потому что Губы Настолько Живая Материя Что если Мы вырисовываем То Момент Который Мы видим Их Через пару минут Или через пару Мгновений Это уже Другие губы Еще через пару Мгновений Третий И мы Гоняться За этим И мы Гоняться За этим Не можем Нам нужно На чем-то Остановиться Поэтому Останавливаемся На приблизительном Мерцательном Характере В котором Узнаются Губы Вот это место Любит быть Прорисованным Потому что Оно Торчит И мы Его Приближенность Показываем Прорисовочку Вот это место Любит Чуть-чуть Подчеркивать Потому что Это место Улыбается И будучи Подрезанными Вот именно Здесь Мы получаем Идею Губ Которые Только что Улыбались Чуть пошире Все-таки Краснотики В ноздрях Вижу Коричневый Кладу Розоватый Ладно Иначе Будет Чумазина Ну и Мертвецкость Сердечный Приступ Мальчик Даже Олее Чем Девочки Наверное Я его просто Сильнее Люблю Сын Все-таки Вот Ну опять же Ты же ему Когда вставишь Темня Темниночку Пропадет Немножко Это Когда Немножко Начнешь Обрисовывать Чуть-чуть Это успокоится Когда Светик Положишь Светик Не только С белизной Но и с желтотой Светлые Светлые Партии Нуждаются В желтом Освещенные Партии И тогда Все должно Стать На своем Стоит Глазки Потом Да Ну Можешь пока Поставить Блечонечки То есть Весь зрачок Белок Не закрашивать Да Ты же видела Сейчас Чисто Мозочек Я Дал Просто Чуть-чуть Подрезку Для того Чтобы взгляд Сразу Повернулся Сюда Похожим Образом Можно И С ней Разобраться Ну И кисть Уже Бери Пока Хорошо Все Давай По-моему Да Понравится Ну Если Смастер Ну Годить же Надо Невестки Смотри Чуть-чуть Теневые Давай Я что-то Тут Тормознулась Оранжевят Щели Вот так же Как между губами Оранжевит Так же И здесь Оранжевят Щели Ты не делала Собственных Нет А чего Нельзя Заскревать На одном Нельзя Надо Писать Везде Надеюсь Что ты Сейчас Пару Звуков Хотя бы Сделаешь Потому что Сейчас Там удобно Делать Потому что Там Есть Вещество Которое Может быть Вогнана Ага Ага Вот Помнишь Я похвалил Этот кусок Где было Наштриховано Вот я Сейчас Создаю Подобные Вещи Замазала Такой Пиксельный Характер Укладки Пиксельный Понятное Слово? Пиксель Когда Клеточками Когда Клеточками Вот Такой Пиксельный Он Сразу Говорит О Рукотворности Изделия О Рукотворности Говорит В Замутнении Очень Сомнительная Штука Смотри Пиксельный Характер Штриховательно И пиксельно Ну Я Раскаиваю Что я Сразу Не вспомнил Это слово Пиксельный Характер Потому что Он бы сразу Подсказал Что делать Но Лучше Поздно Пиксельный Смотри Пиксельный И штрих Ты видишь Штрих Сразу Создает Художественное Художественное Звучание Всему И Разбитость На Пиксельки Очень Хороший Трюк Для этих Задач Прямо Запомни Его И Исповедуй Не вот Затертость А вот Это Пиксельный Мятый Характер Ты понимаешь Лепка Лепка Такой Нет Будем Но Нам нужно Художественное Решение Этих Пятен Не Замусоливание Краской А художественное Решение Ритмы Мазка Боловнятина Кистью Боловнятина Как вы говорите Что легко Получилось Да Ты видишь Пиксельность Хорошо Прозвучало Как будто Ее лепили Уверенность Ну Или Понимание Того Что делать Вот Смотри Теперь Когда появилось Это слово Пиксельность Многое Становится Попонятнее Правда? Угу Пиксельность 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 бомбить. Логично? Подсмотрели характер. Субтитры сделал DimaTorzok Так в живописи принято. И вообще уже следа не осталось от предыдущего слоя. При том, что мы не нагрузили краски. Ты помнишь, мы белилами, да? Грязненькими белилами попачкали и мы практически сразу уничтожили видимость печатного слоя. Но вот сейчас еще доиграли этими рубленностями. И красота, и красота. Вот. Ну вот такая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова